Некоторые видоумения, да. Потому что вот когда я увидела, вот в Ассо большая была выставка, там, ну, главный большой зал, я так подумала, все эти там Гераклы, Венеры, в принципе, это же круглая скульптура. Но круглая скульптура, она же всегда с пространством связана, она писана в него. И она как бы наполнена, им дышит в этом окружающем пространстве. А там, а вот у вас, она вся такая скомпонованная, какая-то сжатая, такая плотная, насыщенная силой, мощью. И какой-то связи с пространством нет. Рисунок такой жесткий, как бы очерчивающий так четко, противопоставляющий ее окружающему. И только потом уже мне пришло в голову, что ведь это же у меня стандартное такое восприятие, какое-то каноническое. То есть я исхожу, ну, вот из такой классической скульптуры. То, что вот классическое у меня на варианте называется круглой такой скульптурой. А вы как бы вот исходите от того, что было до этого, от каких-то скульптурных истоков, начал. И действительно там кипит. Вот это русский, это очень, кстати, здесь. Вот это действительно совсем до античности еще скульптура. И она такая мощная, такая упругая. И в ней такая вот сила, компоновка такая вот, какая-то мощная такая, в ней заложена. Вот, и потом еще вопросы у меня вызвали вот эти ваши, вот эта вот тема, которая Леониду нравится, постель. Я думаю, ну как, скульптура это же все-таки, ну, всегда такая несколько пафосное такое искусство. А тут такое бытовое, обыденное такое, какое-то снижение вообще скульптуры как вида. А потом, опять-таки, пришло в голову, потому что, ну, я чьи-то такой профессиональный, в ту году все тяжело доходят. Я вспомнила как раз вот то, что у вас здесь обозначено даже в названии выставки, в содержании, и трусков. Действительно, они же ведь, их надгробие, они вот из этого и состоят. Лежащий человек, если один, то вот один. А если захоронена супружеская чета, то это пара. Да, в Париже с Англией, там собор с Англией. И там тоже, да-да-да, и в Средневековье, да. Да-да-да, и в Средневековье тоже. И это тоже как бы вписалось так вот органично, естественно, в традицию. И действительно, вот тут вот говорили уже о развитии скульптуры, а это вообще особая тема развития скульптуры. Там, ну, известно, что там как-то она туго развивается. Там мало каких-то обновлений появляется. Поэтому вот очень ценю я усилия Позина, вот Марины, вот этой как бы вот группы скульпторов, которые действительно вот развегают границу скульптуры до какой-то просто бесконечности. А вот Роберт, он, так сказать, пытается все-таки в пределах каких-то, какой-то традиции, какой-то классики что-то новое открыть. И в этом смысле вот это вот, извините, ну, вот сейчас Елена опять-таки, вот такой, как постоянно совместительный спрашивает. Вот эти швейные машинки, я уж их и так пыталась воспринимать как-то с житейской точки зрения. И с какой-то художественной, думаю, вот, наверное, это некая архитектоника, соотношение объема и пространства, вот такой наполненности какой-то тяжести и пустоты. Вот как это? Вот это для меня вопрос. А когда художник вообще задает вопрос, оставляет в сознании воспринимающего человека вопросы, это его самое прекрасное, чего может достичь художник. Вот как-то вот оставить что-то непонятное, заставить думать, размышлять, то есть создать некую художественную, такую творческую интригу. И у этого есть будущее, потому что об этом хочется думать и думать, проникаться этим и проникаться. И вот это, собственно, будущее нашего сегодня художника. Спасибо. Спасибо.